всем привет вы просили записать меня тему финансового или стеклянного потолка кто как это называет я это называю стеклянным потолком неважно вы просили разобрать эту тему и я думаю что сегодня как раз настал момент я как раз снимала видео для вас у меня все подготовлено для съемки видео я в разговорном настроении поэтому можно поговорить и на эту тему все кто присоединяется всем привет повторяю тема то о которой вы просили стеклянный потолок ради интереса перед этим эфиром вот буквально только что я зашла на youtube сбила там финансовый потолок и прослушала несколько видео на русском и английском языке в этих видео говорилось о том что финансовый потолок и это все у нас в голове и это такие вот установки из детства если вы о таком финансовом потолке от меня хотели послушать то вы ничего хорошего не услышите потому что на эту тему я говорить не буду потому что я в нее просто не верю вот и мы поговорим с вами о том что в действительности происходит и откуда берется этот финансовый потолок что такое финансовый потолок я думаю все знают но буквально кратко для тех кто не знает это когда вы работаете работаете но больше чем без определенная сумма вы не можете заработать но не получается по той или по иной причине не получается давайте посмотрим вот самого начала я буду я пойду назад как бы в начало своей карьеры и думаю что у многих похожие ситуации поэтому я буду говорить как бы о себе но я думаю вы себя тоже узнаете на каком-то из шагов до которые я проделала и который вы проделываете на данный момент то что я не знаю в каком моменте вы сейчас и дойдем до того момента до того финансового потолка с которым столкнулась я сейчас и на мое удивление я не поняла как с ним бороться сейчас уже поняла но был такой момент удивление как это я же всегда делала почему не работает в общем расскажу вам и о той ситуации которая у меня произошла чтобы возможно некоторым из вас это помогло итак поехали первое когда вы начинаете карьеру ваша основная задача найти клиентов как можно больше чтобы зарабатывать у вас заработок зависит от количества клиентов чем больше вы находите клиентов тем больше вы зарабатываете то есть заработок у вас растет потихонечку потихонечку растет мы сейчас не говорим о этих волнах когда в одном месяце чуть хуже в другом месяце чуть лучше мы говорим там допустим что за этот год моя зарплата выросла там от стальки то там от 10 долларов до там не знаю до 1000 ну к примеру да вот она потихонечку растет и вот там вот происходит первый раз когда новичок сталкивается с этим стеклянным потолком мы с вами ограничены 24 четырьмя часами в сутках плюс спать тоже надо плюс отдыхать тоже надо мы не можем взять больше определенного числа клиентов можно попробовать работать быстрее можно попробовать ускорить какие-то процессы ну сможете взять еще одного клиента ну может быть двух ну можно по выходным работать и все равно вы буква если вы уже достигли один раз этого потолка то вы в него упираетесь еще через одного клиента ну двух но вы опять в него упираетесь очень быстро в этом случае это говорит о чем о том что пора повышать цены это самый простой способ ваша задача как ретушера не больше работать а дороже работать потому что у ретушера время равно деньги я думаю что фотографов это относится точно так же поэтому друзья фотографу я бы наверное на вашем месте поступала так же то есть первое когда я нулевой и мне нужно набраться опыта и мне нужно понимать как вообще работать как какие у меня должны быть процессы как общаться с клиентом я ставлю цены пониже чтобы у меня было больше шансов найти этих клиентов я думаю что многие из вас так делали то есть вы не поставите сразу там цену 150 да там за один портрет потому что вы просто побоитесь что клиенты откажутся потому что вы не опытный и человек в данный момент и клиент скажет да ну не опытному ретушеру я столько в жизнь не заплачу ну так вот когда вы уже набрали определенный пласт клиентов и понимаете что вы хотите заработать больше а у вас не получается к этому моменту вы уже больше знаете вы больше умеете вы уже намного опытнее это значит только одно повышаем цену цену можно повышать принципе в любой момент это ваше ваше решение повышать цену не страшно у вас отвалятся клиенты это факт есть всегда клиенты которые выбирают самого дешевого вот вы были на тот момент самым дешевым ретушером он вас выбрал этот клиент когда цена повысится он отвалится но это не ваш клиент у вас повысилась цена это значит вам не нужно сильно много клиентов чем выше цена ваша за ваш час работы тем меньше клиентов вам нужно улавливайте до смысл не в том чтобы работать 24 часа в сутки а чтобы работать меньше часов и зарабатывать нужную вам сумму я не говорю стать богатым это все бред сивой кобылы я говорю о том чтобы зарабатывать столько сколько вам нужно так вот вы повышаете цену и в этот момент отваливается дешевые клиенты а свято место пусто не бывает как вы знаете на их место приходят клиенты которые готовы платить больше то есть в первый момент ваш уровень дохода потихонечку повышается находятся новые клиенты которые приходят на место дешевых и уровень потихонечку повышается догадываетесь что происходит вы опять упираетесь в этот стеклянный потолок потому что опять у вас не получается больше заработать потому что у вас вот определенное количество клиентов и больше нет нет возможности вставить еще одного это говорит о том что повышать опять цен все достаточно просто этот потолок у вас возникает когда цена и количество клиентов сталкивается в каком-то максимуме да то есть ну больше не возможно но если то что вы зарабатываете это для вашей жизни мало вот я как-то приводила уже пример допустим мой у меня есть минимум который я обязана заработать это оплата вот помещение в котором я работаю это оплата света интернета это моя машина без машины так как мы живем за городом без машины я просто даже хлеб не могу купить это моя страховка медицинская чтобы вам не соврать моя медицинская страховка стоит почти 500 евро то есть зарабатывать в месяц 500 евро я не могу это слишком мало то есть у меня есть какой-то минимум который нужен для того чтобы вообще моя жизнь была то есть чтобы я не переживала хватит ли у меня денег на постоянные расходы это минимум то есть как только я перешла через этот минимум и уже его зарабатываю и уверена что он всегда у меня будет все теперь у меня есть достаточно клиентов чтобы этот минимум себе позволить я могу потихонечку повышать цену до того сколько мне нужно потому что помимо обязательных расходов все из нас хотят поехать на море не знаю купить там без на новое платьюшко или там не знаю что мотоцикл да что угодно вы хотите купить какие-то у вас мечты есть вашему ребенку что-то сделать хорошее интересное устроить праздник какая разница то есть нам этого минимума недостаточно нам нужно минимум плюс еще чуть-чуть или много у кого какие запросы в этой жизни неважно и вот вы доходите до этого потолка повышаете цену повышайте вы знаете своих клиентов вы знаете свое качество и тут в какой-то момент получается следующий момент некоторые доходят до этого потолка в очередной раз но повысить цены не могут почему да потому что качество их работы недостаточно хорошие для более высокой цены в этом случае в этом случае что нужно делать повышать качество то есть идти куда-то к какому-то найти какого-нибудь хорошего ретушера который стопроцентно лучше вас и идти учиться повышать качество своей работы потому что клиент не согласится платить много за качество которое ему покажется недостаточным если у вас качество хорошая ретуши и вы легко достаточно легко находите клиентов вы естественно можете смело повышать цену вам никто не мешает вообще абсолютно никто естественно все это ограничивается конечно же здравым смыслом потому что если вы допустим скажете я хочу в час зарабатывать не знаю там за ретушь назовите мне какую-нибудь цифру например 500 евро в час но я не уверена что вы найдете сильно много клиентов просто будет сложно то есть какой-то здравый смысл во всем этом должен присутствовать то что вы заработаете хорошие деньги при том что у вас будет достаточное количество клиентов хорошая цена это точно вы сможете хорошо жить как ретушер я это могу вам вот сказать что да я могу хорошо жить с того что я зарабатываю редущий следующий момент это такой с которым встретилась я сама когда я дошла до потолка но мне нужно больше на данном этапе жизни у меня поменялись некоторые некоторая ситуация в моей жизни и то что я зарабатывала это хороший заработал но мне нужно его повысить немножко и я поняла что у меня не получается хоть и тресни больше клиентов я брать не могу цену повышать не тот случай я думаю что не у меня цена наверное достаточно высокая если я еще с начну повышать плюс у меня контракт с агентством и в агентстве прописаны мои цены расценки то есть я просто не могу взять и от фонаря повысить свои цены я в контракте я там внутри все я могу частным клиентам которые у меня помимо агентства я могу этим клиентам что-то сказать но их достаточно мало и они не решают ситуации вообще никак ну скажу я им там не знаю насколько это больше но они себя ситуацию не решат вот поэтому я начала пыхтеть и пытаться хоть как-то там больше делать и потом себя остановила стоп ну ты же сама знаешь что это не работает цену повысить ты не можешь больше клиентов взять ты не можешь а что делать в этой ситуации когда я в ней никогда не было и я вообще не понимала честно скажу я подвисла я подвисла и потом я вспомнила как-то пару лет назад я читала час друзья вспомню я не помню автора кто этот автор возможно кто-то из вас читал и подскажет мне там как-то книга была что такое работает четыре часа в день или что-то в этом духе было я уже не помню это было несколько лет назад и я ее читала и автор говорит о том что чтобы работать меньше а зарабатывать больше да это его подход его жизненная ситуация но он говорит что на каждом на каждой задачи которые я делаю я спрашиваю это мне нужно или не нужно если ее не нужно делать я ее выкидываю таким образом образуется время если можно эту задачу автоматизировать но у меня например автоматизировано все что можно автоматизировать больше невозможно то есть следующий вопрос могу ли я эту задачу делегировать и тут я подвисла потому что я поняла что да я могу некоторые задачи делегировать почему я до сих пор делаю сама потому что если я их делегирую у меня появляется больше времени у меня появляется да я заплачу кому-то за эту работу но у меня получается гораздо больше времени потому что такие задачи как базовая ретушь например забирает просто уйму времени но я же могу я делегировать какому-нибудь ретушёру который только начинает и делает все аккуратно сделает за меня я ему плачу небольшую сумму потому что это только базовая ретушь и освобождает себе достаточно много времени для того чтобы допустим в итоге если я допустим все все свои заказы базовую ретушь отдаю это значит у меня появляется время для несколько новых клиентов взять 1 2 3 не знаю как получится вот я освобождаю себя время мои нервы не страдают потому что базовую ретушь я хронически не переварю делать это супер скучно и получается таким образом я повышаю этот потолок мало того я в какой-то момент поняла что я могу делегировать и больше то есть я могу больше делегировать я могу какие-то другие дела делегировать я могу керри глисон не помню вот нет что-то это имя мне ничего не говорит возможно возможно я просто забыла имя но возможно он без понятия если кому-то интересно я потом скину поищу у себя в библиотеке эту книжку и напишу название автора она реально интересная не я просто ее проглотила было интересно так вот я могу делегировать больше и вот я поняла что нужно набирать допустим какую-то команду и работать уже в команде то есть мой стеклянный потолок я одна пробить не могу хоть я работай меньше успевай больше не там было как-то название про четыре часа там было точно название четыре часа это я точно помню но спасибо катерина очень похожая идея работай меньше успевай больше как-то так да смысл тот же самый возможно другой автор а смысл тот же самый не важно книжки такого типа советую они классные они там не все гениальное короче говоря для себя то можно подчеркнуть какие-то такие вот изюминки так вот у меня не получается по-другому не нужна команда команде нужно платить но за счет того что есть люди которые за меня делают какие-то задачи у меня появляется больше времени которое я могу инвестировать в то чтобы найти новых клиентов заработать на этих новых клиентов и так далее то есть если вы находитесь как я в такой ситуации что вы и цены повысить не можете и клиентов больше уже некуда их некуда брать все уже все время забито весь календарь забит пожалуйста вот вам идея не бойтесь многие почему-то думают что если я кому-то заплачу чтобы он за меня сделал там ту или иную работу я заработаю меньше вот точно спасибо тимати феррис как работать по четыре часа в неделю вот он вот этим у книжку я советую почитать она классно написано очень хорошим языком и это его история жизни и она прикольная очень я так не смогу делать как он потому что не все считаю правильным в этой книге но там есть очень классные идеи которые допустим мне раньше в голову не приходили и и кстати вот одна из причин почему мы переехали из города за город это эта книга потому что она мне на кое-что открыла глаза да потому что жизнь во франкфурте была страшно дорогая и и тим феррис рассказал что если хочешь себе позволить как-то лучший образ жизни более высокий более успешный скажем так не знаю называйте как хотите лучший стиль жизни то перейдьте в другую страну в другой город и я так подумаю правда чего очень цепляясь за франкфурт если вот я отъезжаю там не знаю на полчаса от франкфурта и здравствуйте и могу себе позволить что-то гораздо лучше и мой уровень жизни он повысится вот поэтому советуем советую эту книжку она очень классно вернемся к теме самое наверное страшное вот я как вспоминаю это было для меня первые два-три раза повысить цены это было вообще очень страшно потому что я боялась что уйдут все клиенты я почему-то подумала что уйдут все клиенты причем хорошо если я это подумала один раз но я это подумала и два раза второй раз то есть когда я уже знаю ну смотри они же не ушли в первый раз почему они должны сейчас уйди в третий раз я точно так я уже конечно меньше волновалась но я волновалась и в первый раз для меня было самое сложное это придумать а как это повысить цену вот как я и должна объяснить это повышение да вот я же клиенту должна как-то ее объяснить и я тогда не знаю я не читала никаких книг понятия не имела что делать в этом случае как мне кажется приняла единственное правильное решение я просто поставила клиента перед фактом что цена повысена и я не оправдывалась ни слова оправдания от меня никто не услышал ни слова извинения не услышал если бы клиент когда клиенты спрашивали большинство просто ну окей ну да допустим и такую цену я платить не могу или окей мне подходит и эта цена если же клиент спрашивал почему цена повысилась блажь вот такая я это объясняла тем что мой опыт вырос моё качество работы выросла и я теперь хочу соответствующую соответствующие деньги за то качество работы которые я теперь предлагаю но я вам скажу из всех из всех моих клиентов тогда спросила два человека остальные вообще не спрашивали то есть просто повышаете цену и не надо оправдываться просто не надо это ваше решение вы считаете что ваша работа стала лучше она действительно стала но посмотрите вы там год и ретушировали вы не могли стать хуже вы могли только стать лучше потому что ретушь это практика и сию было много то вы стопудово стали лучше и подумайте сами почему не повысить цену я спрашиваю людей с которыми я разговариваю девчонок которые сейчас работают ретушерами начинают я всегда аккуратно спрашиваю могут ли они мне назвать свою цену большинство 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 говорит мне 10 долларов 10 долларов за одну фотографию одна фотография это ну что это хорошо если это какая-то простая фотография это час работы а если это что-то более сложное если это бьюти то это и два и три часа может быть все зависит от исходника и четыре пять часов может быть то есть человек зарабатывает мы не можем сказать что это человек зарабатывать 10 долларов в час он зарабатывает скорее всего в среднем где-то пять долларов в час это очень мало это очень низкая цена такую цену цену если вы сейчас думаете это про меня то эту цену нужно будет повышать смело вам даже никто не скажет что все это сильно дорого потому что это цена за которой вы сейчас работаете это сильно дешево и я хочу вас поддержать в этом не бойтесь как только вы почувствуете уверенность в том что вы делаете как вы это делаете в своем мастерстве как ретушер или фотографа не важно это все это все одна и та же история повышайте цену это очень мало это очень-очень мало и поверьте мне люди готовы платить такую цену единственное как всегда я говорю бывает исключение это когда ваше качество такие не стало лучше тогда вам придется еще подольше потренироваться а так в принципе да вот поэтому не бойтесь повышать цену и если кстати хотите задавайте вопросы потому что я думала и что я основную мысль вам донесла и сейчас начинаю просто рассказывать по кругу вот поэтому если есть вопросы я жду задавайте задавайте вопросы я жду буквально минутку и если все понятно мы тогда с вами прощаемся я пошла ретушировать ну что я вопросов не вижу поэтому думаю что мы можем с вами попрощаться по крайней мере вы прекрасно знаете где меня найти вы можете писать в директ вы можете в телеграмм перейти и там написать в чате а вот такие были такие есть вопросы как вы рассчитываете стоимость своей работ я знаю сколько стоит час моей работы исходя из этого я рассчитываю стоимость я допустим знаю смотрю на фотографии из своего опыта я знаю что базовая ретушь займет столько это времени что к примеру не знаю дочень берн займет столько времени цветокоррекция займет столько времени у меня есть таблица в excel куда я заношу допустим базовая ретушь 15 минутам цветокоррекция к примеру 10 минут и так далее и в конце у меня получается цифра которую я говорю клиенту на этот счет и у меня есть в телеграме такой детальный пост где я рассказываю о том как посчитать свою цену за час если у вас сейчас возникнет вопрос как посчитать цену за час вот у меня в телеграме очень детально это расписано зайдите по тегу сейчас скажу профессия ретушер в этом теге вы найдете как раз как посчитать цену за час так там еще был вопрос или не было сколько часов в день вы работаете на данном этапе я работаю примерно шесть часов в день хотела бы меньше очень хотела бы меньше вот вернее так неправильно я бы хотела работать больше потому что я трудоголик я бы хотела работать больше но ради как бы ради себя я бы хотела работать меньше надеюсь вы понимаете о чем я говорю вот работа это не все я раньше очень много работала я раньше и по выходным работала мне просто это очень нравится да и сейчас как вы знаете я ретуширую я преподаю ретушь так как у меня мало времени поэтому я не преподаю лайв то есть не собираю курс и не веду этот курс потому что это по времени не вписывается вообще в мой рабочий график никак такие такой вариант школы как я сейчас даю то есть когда у вас есть курс вы можете начинать в любой момент у вас есть видео уроки и я лишь отвечаю на ваши вопросы в рабочем чате школы такое работает прекраснейшим образом и кстати таким образом я повысила свой стеклянный потолок в том числе то есть параллельно идущим проектом то есть если вы допустим ретушер никто не говорит или там фотограф что вас параллельно ничего не может быть если у вас достаточно денег чтобы открыть какой-то параллельный бизнес не обязательно связаны с ретушью и фотографии это только плюс потому как на пенсию надо собирать тоже деньги вот и они нужны параллельный бизнес это тоже гениальная штука когда можно опять разбить этот стеклянный потолок и пойти повыше куда-нибудь немножко больше заработать вот и это было кстати одно из решений я вот не сообразила да это было одно из решений таким способом пробить этот потолок скажу что да это помогло но проблема оказалась немножко в другом проблема оказалась в том что да какой то короткий момент стало денег больше это та ситуация когда вы взяли у вас уже потолок а вы думаете ну ладно поработаю еще там до полу до полуночи и возьму двух клиентов вы вроде бы поднялись в своем заработке а на самом деле не очень то есть вы все равно ваша голова уперлась в этот потолок все и ничего даже не идет и создание этой школы было такой истории когда резко я заработала больше а потом поняла что вот он потолок и дальше не идет хоть и тресни потому что я самая большая проблема была в том что нет времени времени нет у меня есть шесть часов в день которые я должна уложиться с ретушью и с этим проектом поэтому для меня моим решением было для меня всегда время идет на первом месте для меня в начале время потом деньги но мы сейчас о работе мы говорим мы не говорим о личных каких-то делах мы о работе у меня идет время и деньги после этого и я таким образом поняла что я не спасла положение я его ухудшила у меня времени вообще не то что ноль оно ушло в минус и мне его просто ужасно не хватает и надо что-то сделать и кстати во моя школа помогла мне понять что нужно делегировать она мне помогла это понять еще больше то есть я до этого уже делегировала базовую ретушь а когда появилась школа я поняла что надо делегировать и какие-то другие дела какие-то даже возможно какие-то личные дела там не знаю серии убраться это тоже можно делегировать это дает мне больше свободного времени чтобы я допустим посвятила его своей семье своему хобби там на ролики пошла могла покататься на роликах или что-нибудь еще вот так я еще раз гляну но все больше вопросов нету я думаю что я вам рассказала почему вы не хотите я этим занимаюсь я как раз в процессе сбора команды меня сейчас уже просто насобиралось несколько замечательных людей но это еще не конец мне еще нужно как минимум два три человека и вот и я буду счастлива но я горжусь тем что я нашла таких просто бомбически замечательных людей которые уже в моей команде вот если вы смотрите вы бомбически вот ну что ж я с вами прощаюсь увидимся в ближайшее время а именно сегодня в 16.30 на ютюбе выходит видео можете пойти его посмотреть и послужить может найдете для себя что-то важное и интересное все а я целую и прощаюсь пока пока а да эфир сохраню вот и это все кто-то и и и и и и и